Владимир Березин Владимир Березин Это очень хороший вопрос, потому что про него, конечно, можно говорить вечно и заниматься психотерапевтическим выговариванием, но поскольку у нас время ограничено, то в двух словах я скажу так. Итак, это часть моей жизни, причем, наверное, одна из самых главных. Потому что в детстве, когда тебе кажется, что весь мир вокруг против тебя и тебя заставляют копать картошку на даче, то тебе кажется, что хуже этого нет. А на самом деле, когда проходят годы, а даже десятилетия, ты понимаешь, что это было самое счастливое время. И мне очень повезло с моей дачной жизнью. Хотя это была не дачная жизнь, а жизнь садового товарищества. Это разные юридические лица и вообще разные жизни правила. Дачами-то, конечно, нужно называть какие-нибудь писательские переделкинские дачи или дачи академиков. А у меня было, честно, такое... Ну, я бы сказал, это, конечно, не классические шесть суток, а восемь. Но на обложку книги перекочевала вот эта картинка. Этот маленький типовой дом хрущевских времен, сборно-щитовой. Его еще называли сборно-щелевой раньше. Специально устроенный так, чтобы нельзя было жить в нем зимой. Потому что по тогдашним законам можно было построить только летнее жилье. Ну и, соответственно, в таких домах, естественно, все ставили маленькие печки-буржуйки. И получалось так, что приходили проверяющие. И эти замечательные советские инженеры быстро разбирали печки-буржуйки, пока проверяющий шел от одного края садовых участков до другого. Но потом догадались, что все-таки ему можно наливать. И тогда к середине участков он уже не мог отличить печки от слона. И все решалось самой. Понимаете, вот это вот такая отдельная дачная жизнь. И она особенная в нашем Отечестве. Она очень такая разная. И вот поэтому «Садовое товарищество» — это, конечно, не главная тема тех книг, которые я пишу. Книг много, они все разные. Но вот «Садовое товарищество» и как бы в жизнь вокруг него — это отражение всей нашей жизни вообще. Немножко в другом измененном виде, в другом зеркале таком. Оно не кривое. Оно, понимаете, другое. И поэтому в нем есть место мистики и фантастики. Спасибо большое. У меня следующий вопрос. А у вас с самого детства есть дача? Вы живете на даче с самого детства? Ну да, как я сказал. Но вот еще раз, все-таки это не дача, это не гигантские такие участки. Это садовое товарищество. Вот с таким вот маленьким домиком. Я там, правда, построил второй. Вот, сделав его из нескольких книжек. А вот это вот, это классический такой домик с верандочкой. Одна комната и одна верандочка маленькая. Вот как раз на дачах одних академиков я видел такой же домик, копию. Вот, и они его сказали так небрешно, а, ну ты посиди пока в кухоньке у нас. Вот они его как кухоньку использовали. А там помещалась бабушка, дедушка, там, папа, мама, и я еще там на верандочке. И, в общем, и зимой как-то при этой печке буржуке я там бывал. То есть дача – это отдельная философия. Но про это, я думаю, мы потом поговорим. Так что вот там всю свою жизнь, вот это все там. Что повлияло на выбор сеттинга? У вас, неужели на вашей даче происходило то жуткое, о котором вы пишете? Понимаете, это происходит всегда. То есть всегда в нашем детстве. Но вот у меня никогда не было монстров под кроватью. Да, ну вот это ощущение такое, когда ты открываешь калитку, и перед тобой лес. Сейчас места эти застроены по большей части. Но вот сейчас я покажу, как это. Вот, вот понимаете? Ты открываешь калитку, а там лес, и это далеко. И вот по этому лесу можно было часа через полтора дойти до Нового Иерусалима. Такое место под Москвой, в Истринском районе. Сейчас, конечно, там не пройдешь. Так вот, вот это чувство абсолютной сказки с детства, да, когда вот ты вот, ну, калитка, видите, она такая падающая, но это уже новодел. А раньше, ну, вернее, как, крышу над ней наводел. Вот, и тоже уже такая падающая. Но вот это такое пространство волшебства. И вот когда ты маленький, заходишь в лес, особенно после дождя, и там еще все время что-то движется, какие-то существа там пробегают, копает вода, дышит все, деревья роняют капли с листьев. И там происходит какая-то большая внутренняя жизнь. Но вот после этого не поверить в чудесные существа, это невозможно просто. Вот. Так что так. Спасибо. У вас получилась очень фактурная нечисть, постсоветская. А если смотреть, скажем, на сказочную классику, кто из страшных персонажей вам более интересен? Так, тут давайте я немножко сниму с себя лавры описателей нечисти. Конечно, я не про леших все это писал. И я писал, ну, как бы эта книжка, она составлена из историй, связанных общими героями и общими сюжетами и одним местом вот этими дачными поселками, пристыкованными друг к другу. Но, конечно, эта книжка не про нечисть. Я, кстати, уже как-то говорил с одним обиженным читателем, ну, как, не говорил, там, слушал, потому что моя задача не в описании монстров, а в описании вот этой такой мистической, почти сказочной реальности дачных участков. Например, там есть рассказ, который называется «Атомный самолет». Там сюжет очень простой. Два мальчика, сыновья, значит, у одного отец летчик, а у другого зенитчик. И они все время, значит, родители подкалывают друг к другу, сидят на дачном крыльце, а в доме варятся варенье, и один из родителей говорит другому, а ты расскажи им про атомный самолет. И он действительно рассказывается про атомный самолет, это действительно реальная была история. Хотели построить самолет на атомной тяге, он совершил даже два полета с реактором на борту, заглушенным, правда. А потом выяснилось, что это слишком дорого, это реальная канва. А дальше из этой реальности можно сделать мистическую историю. И вот отцы рассказывают детям про то, как в первом же испытательном полете отвалились шасси у самолета, и летчики понимают, что прыгать нельзя, потому что внизу люди. И они вечно летают над землей. И мальчишки смотрят в звездное небо и видят такую светлую точку, которая проходит беззвучно по небосклону, по этой чернате, и представляют вот этот самый атомный самолет, который летает годами и десятилетиями над землей. И там сидят старики уже с такими бородами, как у гномов. И пока этот самолет находится в воздухе, значит, все еще будет хорошо. Ну, нечисть, какая там нечисть. Там никаких леших нет, а вот есть вот такого рода история. Или там есть история про я уж тут спойлеры выдаю, значит, про советского инженера, который был пилотом лунохода, ну, то есть управлял луноходом с земли. И вот, а известное дело, такой второй луноход, он заехал в кратер, и, значит, на него насыпался сверху лунный грунт, и у него отказала солнечная батарея, ну, панель это солнечная. Вот он там, значит, заснул и до сих пор стоит. Вот. А я придумал историю про то, как этот луноход оживает. И единственным другом этого лунохода оказывается тот самый инженер, который все эти годы чувствовал вину за то, что он его завел в этот кратер. И там происходит общение. Значит, опять же, на дачном участке, потому что на дачном участке этот инженер собирает станцию и антенну и при помощи уже современных средств значит, говорит с этим уже разумным луноходом. Вот я вам рассказал историю, в которой нет никакой нечисти никаких существ. Они действительно постсоветские, но с другой стороны, надо сказать, что это все корнями уходит, конечно, в классическую советскую именно мистику той Атлантиды, которая, собственно, создала культуру дачных участков и садовых товариществ. Так что вот это такой сложный процесс, и я сейчас потратил время, чтобы вам это рассказать, чтобы не обманывать вас по поводу содержимого книги, потому что все-таки разочарование это совсем не то, что мне хотелось бы увидеть у читателя. Спасибо. Сейчас молодых людей на дачу не затащишь, даже если посадить нескольких леших вокруг нее. Как вы относитесь к тому, что основная жизнь молодых людей происходит в городе? Как, может быть, смотивировать их посетить дачу? Чему может научить дача деревня? Во-первых, это неправда, потому что молодые люди разного возраста вполне себе на дачах живут, потому что дачная жизнь это время необязательное, это время дачных тусовок, а уж теперь молодые люди снабжены квадроциклами и мотоциклами, равно как прочими средствами передвижения. А уж не говоря уже о том, что приехать на дачу, когда нет родителей, это была всегда такая резервная площадка жизни. Нет, это в общем это часть такой жизни в зависимости конечно от обустроенности этих дач. А уж дачные дружбы и дачные романы и первая любовь на даче это было всегда. Ну, не у всех всегда первая, но это такая отдельная культура. Все нормально там у нас с этими людьми, но есть другая еще вещь. Я прошел вот эту садовую культуру, когда надо было что-то возделывать. И честно сказать, это была действительно неплохая прибавка к тогдашним не очень скудным покупкам в магазинах, не очень таким богатым покупкам в магазинах. не очень много продовольствия. В общем, мы это все понимаем, что сейчас в магазинах немножко другая картина. И мотив выращивать что-то на даче он другой. Ну, ради удовольствия. Так вот, как ни странно, вырастить растение, а еще лучше съедобное что-то. А потом его съесть, это не феноменальная вещь. В детстве ты этого не понимаешь, а подстарившись понимаешь абсолютно. То есть я гораздо лучше стал понимать людей, которые выращивают даже огурцы и помидоры. Дело не в бессмысленных разговорах о химии. Дачники зачастую гораздо больше химии суют, ну, вернее, химических удобрений туда. А это как развлечение, это такой спорт. Да еще главное, в конце у тебя приз, потому что это все можно съесть. А второе обстоятельство, важное для молодых людей, это эмпатия к живому миру. Все-таки живых существ в городе, ну, таких нелюдей. Вот. На даче больше. И если ты видишь птичку и как она живет, ты, да, ну, там, мне как-то ко мне заяц как-то приходил, правда, нагадил там, вот под этой самой калиткой, но, понимаете, вот всюду жизнь, да, такая, как на картине художника Ярошенко. Это важный фактор. Зачем нам зоопарки, да, чтобы дети смотрели на зверя, они знали, что эти звери существуют. А в дачном мире, значит, мелкие звери бегают так и сами по себе. Да, у нас под восковьи кабаны даже бегают. Страшное дело, кстати. Вот. Поэтому вторая часть это эмпатия. И третья часть это как раз чувство совершенно соотнесения себя с природой и своих действий. Колоть дрова, топить печь. Ну, возможно, конечно, в Москве есть у кого-то камин, но боюсь, что у присутствующих точно нет. А, скажем, топить печь, ну, или там, уметь ее растопить, в общем, имеет смысл. То есть научиться, и это, в общем, такая практика. Так что, нет, дачи встроены в нашу жизнь так, что их вот выквариваются, совершенно невозможно. То есть вот тот политик, который русского человека начнет отваживать от дачи или ее запрещать, ему не жить просто сразу. Какие бы он золотые горы не сулил в остальном человечестве. Так что вот такие дела. Это правда. Возможно, нас сегодня не так много, потому что люди на дачах. Ну, нет. Я думаю, что, знаете, вот как раз сейчас вот у нас удивительная какая-то осень, мне даже немножко неловко и страшновато, потому что за нее приходится всегда, за хорошую погоду надо расплачиваться. Был фантастический рассказ такой про людей из будущего, каких-то негодяев, которые к нашим современникам попадали с помощью машины времени и действительно хулиганили, там что-то дрались, воровали что-то. И они просто заранее знали, когда хорошая погода, когда нет. И в дождь им, конечно, путешествовать во время не хотелось. И так, собственно, и поняли, откуда они взялись. Так вот, хорошая погода, так длящаяся, она всегда человека тревожит. Ну, потому что ноябрь месяц, должна быть уже слякоть, вот этот снег такой противный, почему сейчас так сухо, непонятно. Вот. То есть не будет ли нам за это какой-нибудь страшной, очень холодной зимы или каких-то больших катаклизмов. Хочется думать, что нет. Так вот, в общем, на тех участках, на которых зимой люди не живут, в общем, давно уже отключена вода, и, значит, те, кто там бывает только в летний, весенний период, они все оттуда уже съехали. А вот с другой стороны, те, кто там сидят постоянно, они уж точно будут сидеть там постоянно и всю зиму, и наслаждаться этим хрустящим снегом, да и, в общем, всей прелестью зимней дачи. Теплой зимней дачи, конечно. Так что нет. В общем, понимаете, люди теперь живут практически круглогодично, а вот 120 лет назад это казалось удивительным, потому что дач тоже было много. В Москве было, ну, вернее, в Подмосковье, вообще, кстати, я хорошо оговорился, потому что теперь уже территория Москвы, ну, включая Перловку, Кунцево и там прочие места, было около 6 тысяч дач, по-моему, и те, кто оставался на зиму, их звали зимогорами. Это было очень удивительно с точки зрения городского, ну, не удивительно, ну, в общем, этих людей отличало. А теперь дача во многом, например, это средство решения жилищной проблемы, ну, потому что старики радостно сидят там у печки, им хорошо, а молодые работают, да, и они сидят в городе, а вот и комнатка освободилась. Вот. Спасибо. Давайте поговорим немного о вашем творчестве. Вы пишете как фантастическую, так и реалистическую прозу. Что вам ближе? Какие сюжеты хотелось бы воплотить в будущем? Ох, вот, знаете, что, был такой очень хороший писатель Михаил Анчаров. Он был не только писатель, он был поэт, он сочинял песни, исполнял их под гитару, он придумал сценарий первого советского сериала еще в 70-е годы, назывался «День за днем». Он был такой интересный человек. И у него один из героев в каком-то романе говорит, что я бы заменил слово «творчество» словом «фердипюкс». Ну, потому что какой-нибудь человек гордый, он так говорит, вот мое творчество. А если ему придется говорить «мой фердипюкс», он как-то застесняется и, по крайней мере, не будет про это говорить. Поэтому слово «творчество» как-то это слишком так высоко. давайте на пальцах расскажу, как и чем я занимаюсь. Дело в том, что по этой неровной дорожке я пошел довольно давно. Но сначала я занимался честной наукой. Я окончил физический факультет Московского университета и долгое время занимался физикой Земли, математическим моделированием всяких таких процессов. Это чрезвычайно интересная вещь и до сих пор моя группа, ну, факультет собирается реже, на факультете было 475 человек, много слишком. А вот группа наша собирается и мы как-то рассказываем друг другу, что и как у нас произошло в жизни. Ну и кто что там, у кого что случилось на службе. Я выгляжу несколько бледно, а у нас там в общем два член-кора, по-моему, уже есть. И один среди геофизиков как раз заместитель директора института океанологии. Так вот, чрезвычайно интересные люди все. Один из нас хорошим товарищем совершил нормальное открытие в области сейсмологии. Доказал там про то, что невозможно предсказать землетрясение на коротких сроках. Я это вам рассказал для того, чтобы, конечно, похвастаться друзьями. Это всегда приятно. А во-вторых, это сильно накладывает отпечаток на привычки. Вот понимаете, наука, чем хороша, она учит структуре отношения к реальности. То есть, ты в этот момент, когда ты используешь, условно говоря, тут надо руками так махать, американцы так, когда читают лекции, обычно показывают кавычки. Вот тут надо показать кавычки. То есть, что такое научное мировоззрение, никто не знает, но, в общем, интуитивно мы догадываемся, что есть определенная логика размышлений. И я много что забыл из того, чем вы меня тогда учили, и что я применял после окончания тогдашней своей работе, но вот это осталось. И я стараюсь это как-то, как знаете, как такой маленький цветочек в горшочке не засушить. Очень хорошее это все дело, хотя я теперь, в общем, занимаюсь отчасти немножко наукой филологического толка, литературоведения. Вот, литературоведения это одна часть жизни. Вторая часть жизни это проза. Прозу я люблю разную, и, собственно, и пишу тоже разную прозу. Это вот разного типа. Единственное, что я не писал, это не писал пьесу, очень хочется пьесу написать. Все остальное пробовал, то есть любые жанры. И третья часть это преподавание литературы. Ну, там я такой давнишний школьный учитель, теперь на преподавании в университетах разных московских. То есть я начал еще в 90-м году, правда, я был классический географ такой, географ-глобус не пропил, но вот я вот, собственно, таким географом пришел в школу, потому что никто не шел в 90-м году в школу, потому что нищенские зарплаты очень маленькие. Но это было такое веселое время, непростое, я бы сказал. Но вот это преподавание, оно всегда очень интересно. Знаете, есть такой хороший анекдот, вот этим я, собственно, закончу ответ на этот вопрос. Когда преподаватель говорит о студентах, говорит, ну, студенты тупые, говорит, вот три раза объяснял, наконец, значит, на четвертый даже сам понял, они все не понимают. Так вот, понимаете, вот чем хорошо преподавание, да, вот эта трансляция, и даже то, чем сейчас мы с вами занимаемся, потому что этот разговор, он приводит к тому, что ты начинаешь понимать какие-то вещи, проговаривая их, поэтому, кстати, специально были таким течением сихастов-молчальников, чтобы, значит, не выбалтывать какую-то важную духовную тайну и озарение. Так. Спасибо большое. Вы закончили физический факультет МГУ и публиковались как ученый-математик. В итоге писательство. Творчество каких писателей повлияло на вас? Какие произведения … Так. Вот чудесный вопрос, потому что, понимаете, очень хорошо хвастаться книгами, которые ты прочитал, потому что их, тень их величия падает на тебя самого. и, понимаете, вот я вот скажу важную вещь и как раз из той как раз области проговаривания важных вещей, потому что, когда ты произносишь их, ты структурируешь эту мысль. Значит, про важные книги. Дело в том, что я застал не только чудесные диспуты, возможно ли дружба между мальчиком и девочкой в школе. Был такой, значит. Я еще застал такими отголосками в каких-то пионерских лагерях, когда я там был, там устраивались дискуссии, ну, слово дискуссии там не употреблялось, какую бы книгу ты взял с собой на необитаемый остров. Так вот, это неправильно поставленная задача. И даже пять книг бессмысленно брать на необитаемый остров. Ну, Библию, Коран, евреям повезло, у них очень много, значит. Большой объем текстов, можно долго читать. Так вот, если мы говорим не о религиозных книгах, важно понимать, вот выбор лучшей или какой-нибудь хорошей книги, или самые важные книги, или десяти самых важных книг, он совершенно бессмысленен. Потому что важно облако из тысячи примерно, или несколько, двух тысяч, не знаю, сколько там у кого, какого-то большого количества книг, которые у тебя существуют фоном в твоей голове. И который, вот, я использую такое выражение, корпус начитанных книг. вот это корпус такой большой какой-то. И вот тогда ты можешь уже из книг извлекать какие-то, сравнивая эти сюжеты, проживая дополнительную жизнь за героев и получая какую-то неспецифическую, неразвлекательную информацию. Это такая важная часть ответа на этот вопрос, а вот короткая часть ответа, она в следующем. во-первых, это, конечно, русская классика, на которой я вырос, во-вторых, русская классика 20-х годов, 20-го века. Тут вот в чем дело. Я написал как-то такую книгу, она, правда, я ее напечатал в журнале «Новый мир» по частям, но это учебник. Он называется «200 лет с русским рассказом», начиная с Метеля Пушкина и кончая Пелевинскими рассказами, причем все входящие в школьную программу, в основной в дополнительный список. Так вот, получается так, что, когда ты смотришь на историю литературы, ты видишь моменты медленного развития и быстрого. Вот в 20-е годы, то есть 100 лет назад, был период быстрого развития. При всем уважении к русской классике и серебряному веку, случилась революция не только в социальном плане, в политическом, жуткая гражданской войне. Почему? Потому что люди сильно изменились. То есть раньше отношение к смерти до Первой мировой войны было совершенно другим. Это переломало огромное количество судеб и психологию целого поколения. Но что произошло в 20-е годы? Литература изменилась и как будто дети такие подростки вбежали на свадьбу, когда еще не пришли гости. И вот перед ними были столы с едой, закусками, напитками, еще чем-то. И они начали жадно это все хватать и смешивать. И вот это смешение в 20-е годы привело к тому, что, во-первых, появилась великая юго-западная школа, это Бабель, Багрицкий, это сумрачный гений Гайдара, который отнюдь нерадостный писатель. Огромное количество писателей, как их иногда называют, второго ряда, но которые не менее интересны, а иногда даже более полезны сочинителю. Вот, короче говоря, это был огромный плавильный котел. Это я еще про поэзию не сказал. То есть там Пастернак и Мандельштам и вообще всю и советскую, и как бы осознно советскую и осознно не советскую часть русской поэзии. В общем, там жутко было интересно все. И когда ты в это все сматриваешься, там пишет человеку такое раздолье всяких разных инструментов и приемов. «Воруй, не хочу». Ужасно. Значит, ты стыдишься этого, но все равно воруешь, потому что так надо. На самом деле воровать в литературе в общем-то принято и хорошо, и вообще в искусстве. И был такой режиссер Гадар, французский человек, в общем, понимал то в жизни. Он говорил «Воруйте все. Вот главное не откуда вы взяли, а куда. И никогда не скрывайте, и обязательно хвастайтесь тем, когда у вас получилось что-то сделать. Так что заимствование идет только на пользу. Ну, конечно, не украсть книжку целиком, а заимствование идей и приемов это, в общем, вещь нормальная. Так что, в общем, подведя черту под этим вопросом, самое интересное, вернее, то, что я лучше всего знаю, это как раз литература интербеллума. Интербеллум — это такое ученое название между войнами, интербеллум. То есть, ну и гражданские войны отчасти, и того, что случилось до Отечественной войны. Хотя, в общем, и литературу 50-х, 60-х я знаю довольно прилично, но все-таки, понимаете, после смерти Андрея Платонова у нас литература другая. она не общая. То есть, тогда, в 20-е, люди шли кучно, а в поздней советской власти уже поодиночке. Ну и сейчас тоже. Так. Спасибо большое за такой развернутый ответ. И у меня заключительный к вам вопрос. Скажите, ждать ли читателям других книг в духе СНТ с мистикой и всякой хтонью? понимаете, значит, опять, я как настоящий. Вы знаете, в моем детстве говорили зануда, тот, кто на вопрос как дела подробно отвечает как дела. Сейчас это заменено словом душнила, что то же самое. Так вот, я как совмещающий два понятия должен сказать вот что. Во-первых, насчет мистики. Вот мистика это совсем мистику или с хоррором. Там часто путают такие картины, как в фильме, в различных вариациях фильма про чужих. Что это хороший художник Гегера, швейцарский, придумал настоящего чужого. Обязательно много зубов, сопли всякие. В общем, он придумывал наиболее отвратительную и ужасную картину. Это само собой человечество нужно, но по мне так самые страшные вещи или как бы самые тревожные вещи, они связаны с простыми явлениями и какими-то понимаете, нашими такими глубинными страхами. Вот какой-то темный человек, который в удачном окне у вас мелькнет, хотя у вас все заперто на участке, а это тень какая-то. Вот непонятно, что это такое. Это гораздо страшнее, чем какие-то жуткие монстры с хвостами или подземный червяк. Понимаете, в подземном червяка мы это из фильма Дрожь земли, если что, мы не очень верим, потому что это другой механизм. То есть это такая санитарно-гигиенический испуг, а я занимаюсь страхами такими глубинными настоящими. Но с другой стороны, это совершенно неинтересно концентрируется на этом. Во-первых, ты не всегда попадаешь в целевую аудиторию, а во-вторых, это в общем тебя ограничивать неохота. Поэтому смотрите, сейчас должна выходить книжка такая, которая называется «Уранотипия». Она вышла тоже в журнальный мир в первом номере и сейчас выйдет в отдельном издании. Там совершенно другая история. Это роман XIX век. Вот знаете, такой эстриасовский роман, как писали какой-нибудь Андрей Белый. Не в том смысле, что я сравниваю это с серебряным голубем Андрея Белого, а с тем, что это такая конструкция, которая про философию и про историю. Действие происходит в XIX веке на Святой Земле в Палестине, которая является еще частью Османской империи в ту пору. И несколько русских офицеров-картографов едут туда с неким секретным предписанием и параллельно рассказывается история одного рода, начиная от русского средневековья, через Никона к Петру и дальше к середине XIX века. Это авантюрный роман одновременно, который говорит о причудливости русской истории. И там я набил символов в каждой абзаце, и дальше у меня случилась такая смешная история. У меня есть старший товарищ, мой любимый и писатель, главный человек даже любимый, писатель Леонид Юзефович, и он как-то очень смешно мне позвонил и говорит, знаете, Володя, я сижу в Хинкальной и читаю ваш роман. Я себе позволил сразу пошутить, что очень удобно вытирать пальцы. Нет, он сказал, все отлично, хорошо все с романом, но вы понимаете, что вы написали текст для 50 человек или для 100 человек, которые считают все ваши отсылки как в священных книгах, как еще всякие смыслы. И тут я завопил 50, я думал 5-6, хватит. То есть на самом деле это такая по-настоящему мистическая книга, набитая тайнами всякими, причем и литературного свойства тоже такого с отсылками к разным сюжетам, вообще как бы про смысл русской истории. Но правда меня спросили как-то про что-то роман, я сказал про любовь, ну и правда, там про любовь, про это все. Я видел обложку, значит, где-то она должна выйти сейчас, то есть буквально сейчас. Она случайно попала в два коротких списка, премия Ясная Поляна и Большой книги. Но в Ясной Поляне там как раз Юзефович был, и в общем тут уж при живом Юзефовиче надеяться на победу над ним было невозможно. Вот, Юзефович хороший, я его всем рекомендую для чтения, и самое главное, у него есть очень хорошее чувство истории вот в этих рамках. А потом, смотрите, есть еще, например, книжка про бани, про московские. Вот, она должна была выходить в серии «Поседневная жизнь московских бани», но это не вышло, и вот, даст Бог, может, она выйдет. Это путеводитель к московским баням общественным. Он так и называется «Живая и мертвая вода». Живая — это вот действующая, а мертвая — это те бани, в которых сейчас какие-то офисы, иногда рестораны, еще что-то, и через это рассказывается история города и вообще история традиции. Надо вам сказать, что, кстати, дачная баня — это тоже отдельная вещь. Вот в этом домике, не в этом, сейчас мы нажмем кнопочку, вот он, кстати, сбоку. А, нет, это ежик, но на ежика всегда хорошо посмотреть, ежик всегда бодрит. вот в этом домике, собственно, я и устроил во второй комнате как раз такую баню маленькую. И, в общем, это самая счастливая точка на свете для меня, как для упитанного человека, вот посидеть там, вернее, полежать там, никогда никуда не торопясь. А в Москве, в общественной бане, ведь самое грустное — это когда тебе хорошо, а потом, особенно зимой, ты распаренный надеваешь на себя одежду и едешь куда-то в трамвай домой. Это ужас, по-моему, какой-то. А тут вот взял и перелез в дом и лег. И ты вот лежишь и никуда не торопишься. Вот это абсолютно счастье. Чего, собственно, я вам всем и желаю. Не обязательно в бане и не обязательно на даче, но человеческое счастье это, в общем, вещь очень хорошая и достижимая, в общем-то. То есть ее можно достичь. То есть это не строки коммунизма и, не прости, Господи, какое-нибудь завоевание Марса. Оно у нас и всегда под рукой. Вот. Спасибо большое, Владимир Сергеевич, за такую теплую душевную встречу. Друзья, если у кого-то есть вопросы, я могу подойти к вам с микрофоном. Если нет, то мы можем перейти к автограф-сессии или, если у нас есть желание, можем, у нас есть минут 15, на образовательную часть. Вопросы? Вот то, что сейчас стало дачами, это совсем другое. Вот эти каменные дома, такие вот особнячки. коттеджи, они у вас вызывают такие же ассоциации с этими духами или вызывали бы, я просто не знаю, на какой даче вы сейчас живете, если это продолжает быть вашей дачей, может быть, вы как-то не пропитались. годом. Ну, понимаете, я был, если это вопрос вот весь, да? Да, да, да. То есть, я тогда начну отвечать. Эстетика совершенно разная. и она связана не только с временем, она связана с людьми, которые там живут, потому что и старая дача может быть неуютная, и какой-нибудь такой курятничек может оказаться очень комфортным и очень душевным в нашей жизни. и более того, и даже какие-то богатые и дорогие дачи, которые, казалось бы, ну, я вот видел, например, съемки Брынцаловской дачи в Салтыковке внутренней, там с этим золотом или пниной, там еще с каким-то безумием. Не знаю, насколько это соответствует сейчас действительности, но там не очень комфортно, честно скажу. А с другой стороны, я знавал дом одного русского, нового русского, в общем, довольно богатого человека, но при этом человека очень интересного и не глупого, что главное. И вот у него дом был, конечно, комфортный. Мне там каменная лестница не очень нравилась, вот, ну, потому что я все время пытался с нее кубарем полететь, но при этом атмосфера там была, в общем, прекрасна. Понимаете, как ни странно, внутренний и внешний комфорт не только дачи, а вообще всякого дома, он не впрямую связан с архитектурой. Потому что, смотрите, у нас были классические, вот, давайте уж к вопросу об образовательной части. То есть, о чем, собственно, речь. Считается, что первыми дачами у нас были даже не дачи такие настоящие, а усадьбы, которые раздавал Петр и по легенде считается, что он хотел, чтобы его сподвижники были всегда под рукой рядом с Петербургом, рядом со столицей, чтобы их всегда можно было выдернуть оттуда быстро, ну, потому что, если твой сподвижник живет где-нибудь в имении, в Самарской губернии, то, в общем, знаете, он на перекладных будет долго ехать. Поэтому давали дачи, да, от слова давать. Причем, слово дачи употреблялось и в отношении таких усадеб для членов императорской фамилии. Впервые упоминается слово дачи, если я не ошибаюсь, в одном из служебных документов Николая II в середине XIX века. А бум дачного строительства это вот последняя треть XIX века. Про это, кстати, лучше меня написал еще Чехов про дачного мужа, то есть человек, который ездит на службу, она в субботу, в воскресенье увешанной коробками и корзинками едет к своим родным на дачу. Вот тогда семейство жило на даче там с мая по сентябрь, а добытчик мотался туда взад-вперед. Это связано было с тем, что в конце XIX века развились железные дороги, стали ездить паровички, ну и в общем всякие поезда могли доставить до дачных местностей. Дальше началась печальная история с войнами и революциями, все это дело понятно, реквизировали, и новая эпоха дач началась в 30-й, когда власть, понимая, что она должна кормить и в общем немножко ублажать своих лучших представителей, она стала выдавать вот эти гигантские дачи, возникли творческие поселки, типа Переделкино, кооператива Ранис, на Рублевке, где была дача Михалкова, да и сейчас только другого уже Михалкова. Возник кооператив Нил, наука, искусство, литература, по-моему, это сокращение. Вот как раз под Новоросолимом, где жил Оренбург, в общем, кто там тоже, опять же, не жил? Да, Ширвинт, опять же, Нет, там много всяких, ну вот, это называется стародачные поселки. Стародачных поселков сейчас под Москвой примерно 50, ну, около 50, ну, там непонятно, как их считать, потому что Переделкино переходит в Мичуринец, и, в общем, насельники Мичуринца, это практически жители Переделкино. Ну, не так много, но они есть, ну, там есть поселки Академиков, такие, как в Жуковке, есть поселки, да, а потом, ну, вот смотрите, значит, есть дача партийных деятелей, кстати, есть такое понятие, до сих пор сохранилась, государственная дача, госдача, это гигантский участок, там, иногда бывает 100 гектар, сейчас, по-моему, их уже попродавали по кусочкам, но там был государственный дом, в котором вообще даже вся мебель была государственная, с инвентарными номерами. Это вот один тип дач тогда возник. Второй, вот эти дачные поселки научных людей по такому, в общем, корпоративному признаку, и творческие поселки, например, дача Большого театра, тоже, кстати, вот неподалеку от меня, в Троицкой, это вот не доезжаем, Истры, там была линия фронта, немцы пришли, и некоторое количество солистов Большого театра ушло с ними, с огромными приключениями, там, в общем, история какая-то совершенно детективная, я как-то ей занимался, да и, в общем, до конца не занялся, другие коллеги добили эту тему. Вот, так вот, понимаете, это довоенная часть, она связана с тем, что дача, это был принцип не просто достатка, а еще доверие государства к человеку, к персоне. Вот, а что получилось потом, после войны? Ну, все-таки, у нас было голодновато все время, и поэтому появились сначала коллективные сады и коллективные огороды, потом появились коллективные садовые участки, на которых при Никите Сергеевичу Хорощееву вообще ничего строить было нельзя, а потом был норматив под летний домик, даже это вот, это не летний домик, это еще как бы круче, ну, такой, будочка такая, чтобы хранить три лопаты, если в дождик пересидеть, этот дождик, а потом советская власть открутила гайки, и возникли пресловутые шесть соток, и, соответственно, возможность строить вот такие домики. И, наконец, в конце 80-х годов, правдами и неправдами, начали строиться дачи, которые, ну, сейчас, в общем, составляют основной костяк. такой, то есть, как я уже вам рассказал, улучшалось тем самым жилищное положение семей, и даже в маленьких городках люди, в общем, старались завести себя дачу как резервное место. Понимаете, вот я, например, смотрю время от времени передачи американских барахольщиков, которые участвуют в аукционных контейнерах, потому что американский гражданин хранит ненужное имущество или там свозит имущество со своей проданной квартирой при переезде в специальный такой склад, в ячейку склада. И вот, если за него перестают платить, он выставляется на торги, и люди покупают как бы кота в мешке. Иногда им везет, иногда не везет, это целая такая детективная история, и очень много американских граждан снимают такие фильмы про то, что они нашли в таких контейнерах. Есть более удачные сами себе режиссеры, есть менее удачные, но иногда это интересно, потому что это другая цивилизация. Так вот, у нас пакгаузов, ну, они есть, но они не развиты. У нас вместо этого дача. Поэтому, где ты можешь найти мистический предмет? Ты можешь найти его на заброшенной даче? Где ты можешь найти антикварную вазу? Почему-то все вазы в детективах династии Мин. Вот где может стоять вазы династии Мин? Да вот, собственно, там. Потому что в 1945 году какой-нибудь генерал в качестве трофеи в Китае, я не знаю, там где-нибудь можно придумать, где, значит, увез ее, а это не ваза на самом деле, а вообще какой-нибудь сосуд с китайским джином и так далее. И вот здесь возникает вот эта мистическая составляющая. Вот как она берется. Потому что у меня на даче стоит телевизор КВН с линзой. Я очень хочу его подарить в один музей деревенский, причем между Мышкиным и Угличем. У меня однокурсница как раз по физическому факультету держит совершенно прекрасный музей. Но просто его транспортировать надо сложно, он там весит, как я примерно. Вот понимаете, вот эти загадочные предметы, они вот все там. Надо еще, в панельной двушке невозможно замуровать труп какой-нибудь. Ну, как вот у Эдгара По, чтобы он стучал там костями и вообще выходил как привидение. Ну, нельзя, вот в двушке не получается. В наших панельных бетонных квартирах самое мистическое место это место за кухонной плитой. Вот туда действительно что-то падает такое, а потом ты при переезде обнаруживаешь массу непонятных предметов. Ну, вот на даче как раз привидение может быть, а в двушке, ну, какое в двушке привидение? Да и в трешке то, в общем, не выйдет. Вот, поэтому это все интересная вещь. Поскольку тут еще было сказано пару слов о том, что я хотел бы написать, вот понимаете, в принципе, вот эта книжка, эта треть такого проекта большого, он называется «Календарная книга», и все рассказы там посвящены каким-то праздникам, ну, таким условным праздникам, там, День Сайдской Армии, или там, День 8 Марта, или там, День Антарктиды, День, там, День Танкиста, День, ну, в общем, весь этот список праздников, у нас их много, профессиональных, не все из них не рабочие дни, но, в общем, некоторое количество есть. И там, в общем, материала уже написано достаточно много, и вот, как бы, вторая часть и дублер этой книжки, такой, виртуально существующий, это вот как раз история про чисто советскую, уже не дачную мистику, про, ну, вот про то, как вот эта советская Атлантида жила по совершенно, не по совершенно другим, а чуть-чуть по другим правилам. А это важно. То есть, вот это различие, вот нельзя делать сюжет так, чтобы волшебство было всегда и по щелчку пальцев. Всегда волшебство, оно загадочным образом, там надо истоптать пять пар башмаков железных, прежде чем случиться чудо. А потом ты вдруг обнаруживаешь, что ты совсем не этого хотел, а совершенно другого чуда. Вот это, я думаю, достаточно болтливый, но длинный ответ на вопрос. Но я вам обещал, что я как занудом буду говорить долго. Так, еще может быть что-то кому-нибудь. То есть, вы Нил, вот этот поселок, вы знаете, просто проживая там где-то. То есть, вот это вот... Ну, понимаете, что значит знаю? Просто я его хорошо знаю. Нет, Ширвин меня не звал туда к себе в гости. Нет, нет, нет. Эренбург умер несколько раньше, чем я там появился на свет. А, нет, там много еще всяких людей жило. Просто я проезжал на велосипедике, как имя него. Потом я люблю очень окрестности Нового Руссальмского монастыря. Они клевые. Там же Никон. А вот я сейчас пересказываю, кстати, книжку про уранотипи и вот этих русских офицеров-картографов. Там же ведь Никон, он переименовал всю местность в Акруе. То есть, Новый Руссальмский монастырь построен на горе Сион. Ну, переименовал все. Мог. Значит, реку Истра он переименовал в Иордан. Пожалуйста, у нас свой Иордан есть. И там есть такое место. Я обычно, когда там хожу вокруг монастыря, раз в год там, ну там, долго хожу, целый день этому посвящается, там я выяснил, что первый раз, когда я выпиваю там рюмочку, взглядаю на монастырь, это сад Урия называется, ну там, где Версавия плясала и которую, собственно, Давид увидел. Вот. Это как раз вот сад Урия. И вот, я к чему это клоню, там есть холм под названием Фавор, и там стоит какое-то садовое товарищество, не помню, урожай какой-то. Вот представьте себе радость риэлтора, ты продаешь дом в Фаворе. Я там был, там такое дачное, такое, ну, не бедное садовое товарищество, ну там сидел два алкоголика, какая-то блохастая собака рядом с ними. Вот они в Фаворе, на них свет снисходит. Вот это класс какой. Так что, в общем, места там, конечно, очень хорошие, но, понимаете, все места хорошие. И по Цвердловскому есть дача с какими-то причудливыми делами. И в каких-то маленьких городках в Сибири, и там где-то где угодно. в деревнях не бывает дач, но всякий маломальский большой город имеет какой-нибудь дачный поселок рядом, садовый, или коллективные сады. Вот. Спасибо большое. Все, чем могу. Друзья, у нас время подходит к завершению, поэтому, если у кого-то один вопрос есть, я могу подойти с микрофоном, вы можете его задать. Если нет, то мы перейдем к автограф-сессии. Тогда давайте поблагодарим нашего автора. Спасибо вам большое еще раз. И можем переходить к автограф-сессии. Если кто-то желает, книги вы можете взять здесь, подписать и оплатить в девятом зале. Спасибо. Спасибо. Спасибо.